Приветствую вас, уважаемые коллекционеры на своем канале Ребят, два дня назад по подписке получил 59 номер легендарной грузовики СССР компании Моди Мио Это вот такой ортопедический стоматологический кабинет на базе автомобиля ГАЗ-66 Вот в такой коробочке он нам поставляется Но прежде чем мы ее с вами будем смотреть, мы посмотрим с вами журнал Посмотрим с вами интересные фотографии, иллюстрации Также по традиции у нас идет в номере вот такая интересная открытка С изображением автомобиля, который в номере Как обычно ничего не меняется, все традиционно Три статьи об истории именно этого автомобиля, который у нас представлен в номере Как обычно история создания, видите, да, интересные фотографии этих автомобилей Я, конечно, их вживую не видел, наверное, как многие из вас, хотя родился в Советском Союзе У нас таких автомобилей я не встречал Есть в журнале вариант окраски, технические характеристики Интересные, повторю, фотографии Статья о родственной связи Ну, что здесь может быть интересно в этой статье, ребят? То, что... Почему родственные связи? Все вот эти вот стоматологические передвижные кабинеты Они... В принципе, внешние были похожи, но внутри Каждый кабинет имел свое назначение И внутри, конечно, они отличались друг от друга Внешне, например, вот окнами, дверями И, конечно, оборудованием, которое было внутри Армейский след автомобиля нам говорит о том, что еще Производились разные Медицинские, ну, медицинские автомобили для армии На разных базах автомобилей ГАЗ-66, например, здесь вот Урал у нас нарисован Вернее, сфотографирован И что еще тут можно добавить История очень интересная Но, так как модель у нас очень простая И все знают этот автомобиль ГАЗ-66 Мы с вами немножко окунемся в историю При осмотре данной масштабной модели автомобиля Вот такой журнал Кстати, 60-й номер Будет у нас автоцисцерна 8 на МАЗе Автомобиль МАЗ-500А Безопасность и надежность Тоже у нас будет открытка Мы с вами обязательно будем смотреть И 60-й номер Ну, а пока 59-й номер КСП-2001 Добрый доктор Давайте посмотрим масштабную модель В принципе, все знают, что это за модель ГАЗ-66 Но она интересна тем, что у ней вот За кабиной вот такой интересный Передвижной Мобильный Ортопедический Стоматологический кабинет Давайте откроем и посмотрим Эту масштабную модель Посмотрим с вами саму масштабную копию Ребят, в принципе, Шишиги все знают Что тут о них особенно говорить Но нам интересно с вами вот именно Вот этот стоматологический кабинет В плане истории Немножко истории вам расскажу Прежде чем мы посмотрим Здесь особо-то детализации нет Ну, в принципе, вот такие интересные модели Они интересны в историческом моменте Такие автобусы производил Луганский завод Который был сразу основан Сформирован после немецкой оккупации По-моему, в 1944 году Нужны были машины для восстановления И развозки рабочих по шахтам Начали осваивать автобусы ПАЗ-651, которые вот и занимались Развозкой шахтеров Ну и, конечно, Луганский завод Освоил вот такие кабинеты В нашем случае это стоматологический кабинет Внутри он был разделен на две секции Одна часть была для медперсонала Другая для самого доктора Ну, конечно, там было размещено Разное медицинское оборудование Фургон был вот такой цельнометаллический Сварной, утеплен был Двери у него были взаимозаменяемые И вот такие вот машины ездили На удаленные уголки нашей страны Почему на ГАЗ-66? Ну, в те времена дорог особо-то у нас и не было Да и сейчас, конечно, сеть дорожная Она не особо-то развита И что интересно мне Я узнал в журнал, что вот к таким автомобилям Цеплялся прицеп электростанции Вот мне странно, почему Компания Муземио не выпустила в комплекте Вот такой прицеп электростанции К данному автомобилю, он же без него никак не может В принципе, как это у нас описано в журнале В историческом моменте Что касается детализации Ну, здесь детализация самая простая На будке что тут у нас Вот такой вот кронштейн с запасным колесом Такой вот поручень на боковой двери Изготовлен этот кабинет В нашем случае из пластикной Я имею в виду вот этот вот масштаб 43 Кабина металлическая По детализации, сами видите Очень все неплохо Хорошая детализация Хоть модель и очень простая, ребят Посмотрим с вами, конечно же, снизу Ну, это обычный ГАЗ-66 Который вот был оборудован Таким вот кабинетом В принципе, заглядывать внутрь я не вижу смысла Наверняка он пустой Там ничего нет Как видите, окна у нас вот так вот Они либо закрашены, либо занавешены Ну, остается только гадать Скорее всего, это были занавески Кабину я не буду у него откидывать Потому что рама пластмассовая И есть вероятность того, что можно сломать Ну, может быть, кто-то откинет Покажет нам фотографии В своих группах Или, например, в нашей Упрощение здесь только вот С поворотниками И, в принципе, наверное, все Как я говорил, моделька простая Но, тем не менее, в историческом плане Очень интересный момент И, конечно же, иметь такую модель в коллекции Тоже было бы очень неплохо Не знаю, чем еще нас удивит Компания Моди Мила Но такие вот приятные бонусы, конечно Есть у нас Вот Меня там кто-то сверлит Как вот мой выходной И начинается такая вот катавайся Но мы с вами переживем, я думаю В принципе, все, ребят Я думаю, что модель будет Достойно жить в вашей коллекции Конечно, если вы сделать свой выбор Приобретете А чтобы это сделать Я вам, конечно, оставлю ссылку В описании к данному видео Жаль, жаль, что нет прицепа электростанции А так, конечно, очень неплохо Очень хорошая модель Проходите по ссылке Заказывайте Мы с вами увидимся В 60-м номере Посмотрим с вами МАЗ-Автоцесерна Пока всем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok